Тут у нас немного медикаментов, растворы для капельниц, тут средства гигиены для Херсона. Там еда для животных, она тоже отправится в Херсон. И там, на тех палетах, одежда для людей из Херсона. Всё это волонтёры в Берлине собрали за неделю. Часть посылок уже отправилась в Херсонскую область. В них лекарства и средства первой необходимости, которые закупили волонтёры или пожертвовали жители Берлина. Обо всём этом берлинское НКО «Украина-Хильфа-Берлин» попросили её партнёры – организации, которые занимаются помощью пострадавшим от наводнения в Херсонской области. Сейчас начнётся период, когда будут чистить территорию. Нужны будут средства от комаров. Также нужны будут любые средства для очистки земли, даже химические. А также резиновые сапоги, потому что там вода. Организация «Украина-Хильфа-Берлин» родилась ещё в 2014 году. А с начала полномасштабной войны активно собирает гуманитарную помощь для Украины. Протестантская церковь, в которой после февраля 1922 года проходят и православные службы на украинском, предоставила им помещение. После прорыва дамбы Каховской ГЭС к волонтёрам обратились спасатели из Херсона. Им не хватало лодок для эвакуации людей. Запрос пришёл ночью. Я ответил на него, и уже на следующее утро мы приняли решение перенаправить часть бюджета, который у нас был на другие проекты, туда. И потратить около 7 тысяч евро на две лодки с подвесным мотором. Всего за несколько дней Виталию и его коллегам удалось приобрести в Украине через местных партнёров две такие лодки. И в воскресенье они уже были в Херсоне. Спасатели Херсонщины проводят огромную, колоссальную работу по спасению людей, животных, эвакуации имущества потерпевших от последствий разрушения Каховской ГЭС. Мы очень благодарны волонтёрам и всем, кто помогает нам в это сложное время. Там, где большие НКО требуют долгих согласований, их маленькая организация может оказывать быструю, целенаправленную помощь под конкретные запросы. Так они отправили в Украину 25 старых немецких машин скорой помощи и пожарных машин, а также 250 генераторов. Но Виталий рассказывает, что в последнее время у них появились сложности в транспортировке и на границе. Целую фуру они загрузить не могут, а частные перевозчики, которые берут их посылки, зачастую вынуждены стоять на таможне часами. Но есть и те, кто помогает, несмотря ни на что. В этот раз я приехал на небольшой машине. Это оперативная помощь, нежизненно важная помощь военным. Ноутбуки, техника, то, что можно быстро перевезти через границу на легковом автомобиле. Но главная проблема – падение интереса к войне в Украине и количество пожертвований. Виталий рассказывает, что в начале полномасштабной войны вся церковь была завалена коробками с помощью для украинцев. И вот теперь, из-за наводнения в Херсонской области, немцы вновь обратили внимание на ситуацию в Украине. После катастрофы количество пожертвований и желание помочь, естественно, снова возросло. Это событие вызвало сочувствие и сострадание у многих. И поэтому мы очень быстро смогли собрать деньги, которые мы перенаправили из других проектов. Ни Виталий, ни другие волонтеры не собираются останавливаться. При ограниченных ресурсах они планируют помогать в тех областях, где лучше всего понимают. Например, в медицине. И так долго, как это потребуется. Некоторые из нас, возможно, никогда не перестанут помогать, даже когда война закончится. Потому что конец войны не будет означать, что в Украине в медицинской или социальной сфере все хорошо.